Добрый день, полдовчане. Я нахожусь в торгово-разважальном центре. Сегодня я увидел, дети занимаются хоккеем. Был немного удивлен и зашел сюда, чтобы выяснить, кто и что здесь делает. Представьтесь, пожалуйста. Старший тренер детской спортивной школы. Салют. Город Запорожье. Прошу заметить. Скажите, пожалуйста, каким образом, почему вы здесь оказались сегодня? Мы сегодня здесь оказались, потому что у нас сейчас в Запорожье на летние сезоны нет льда. Слили лед. Поэтому нам нужно обязательно проведение летних сборов. Это мы делаем каждый год. Поэтому мы прибыли сюда, потому что здесь весь у нас ледовая арена. Благодаря ледовой арене мы приехали сюда к вам на сборы на две недели. На две недели вы здесь живете с детками? Все, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. А скажите, финансирование откуда у вас? У нас финансирование еще на сегодня. Мы приехали, потому что это было обговорено заранее. У нас еще не было тогда детской спортивной школы. Она начала свою работу 2,5 месяца назад. До того момента, когда мы вели переговоры с торговым центром «Экватор», где мы сейчас занимаемся с Полтавой, это был май месяц, детской спортивной школы еще пока тогда не было. Поэтому мы прибыли за счет родителей, за свои деньги. А скажите, в Запорожье, я правильно понимаю, все-таки на государственном уровне прилагаются какие-то финансовые усилия для развития этого вида спорта? С 15 июня началась свою работу, еще раз напоминаю, детская спортивная школа «Салют», город Запорожье. У нас полное финансирование. Государство? Государство, да, городская спортивная школа. Финансирование полностью за счет города. У нас работают три тренера. В общем... То есть в Запорожье хоккею быть? Да, мне дело в том, что свое начало в Запорожье было еще заложено в 2005 году развитие хоккея. Да, конец 2005-2006 года. Тогда точно так же открылся ледовый каток, он, по-моему, «Катра» назывался, если я не ошибаюсь. Вот. И на базе этого катка был открыт первый в Запорожье хоккейный клуб, ну это частный хоккейный клуб, хоккейный клуб в Запорожье. Вот. Начали набор детей, там занимались и взрослые, любительские команды. Мы начали набор детей в то время, участвовали в чемпионате Украины с 2006 по 2012 год. И когда уже был полностью там снят лед, который был закрыт, ну, на некоторое время мы прекратили свою работу. Спасибо большое. Ну что, удачи. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok